МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К которому мы с вами, конечно же, готовимся и мысленно, и, собственно говоря, представляем, как мы себе пойдем на избирательные участки, как это будет происходить, и, в общем-то, примеряем на себя эту роль. Прошлый эфир был посвящен Олимпиаде, ее итогам, и это вызвало достаточно большой общественный резонанс. Количество просмотров только на Ютубе, я не беру просмотры по телевизору, они уже достигли порядка 10 тысяч. Это, кстати, не мало для регионального эфира, который размещен на Ютубе. Дело в том, что мы никогда не проплачиваем, например, количество подписчиков, а существует такая система раскачивания каналов. И тема, конечно же, вызвала общественный интерес, потому что все обратили внимание, что наша точка зрения, она немножко отличается от массовой, я назову так. То есть то, что происходит, как это все подается на федеральных каналах, на ток-шоу, позиция немножко другая, но я считаю, и хочу это еще раз подчеркнуть сегодня, что итоги Олимпиады, они непосредственно связаны с предстоящими выборами. И символика государственная, которая была попрана на этой Олимпиаде, она тоже связана с будущим Российской Федерации. И только от нас с вами, от людей на земле, зависит, как мы с вами управим предстоящие события этого достаточно непростого 2018 года. Одна из узловых точек преломления силы или, например, того, о чем спорят люди, она звучит примерно так. Мне сегодня утром пришло письмо, я его хочу зачитать. Дмитрий, здравствуйте. У меня есть друг. Недавно узнал, что он увлекается политикой. Говорит, что не стоит ходить на выборы, все плохо, посоветовал канал на Ютубе Навального. Не знаю даже, что ему ответить, меня он слушать не хочет. Что делать? И таких людей немало. Причем я вам скажу, что они есть и в Крыму. Даже несмотря на то, что Крым, республика Крым, после присоединения к Российской Федерации, она, в общем-то, является, ну, республика. Она является самым пророссийским субъектом федерации, ну, наверное, среди всех. То есть наше возвращение, это была такая прививочка патриотизма. 60 лет крымчан водили по разным пустыням. Самоидентификацию пытались изменить, а вот эта самоидентификация не изменилась, и мы вернулись в состав Российской Федерации. Это имело значение не только для всей России, для всего мира. Я веду диалог, например, с русскими общинами в Китае, в Австралии, в Канаде, в Соединенных Штатах Америки. И люди рассказывают, как 2014 год поменял ментальность русскоязычных людей за рубежом. Так вот, вот этот вот вопрос, или идти или не идти на выборы, он сегодня, ну, наверное, один из самых ключевых. Один из самых острых. О нем спорят, о нем дискутируют с хрипотой, и доказывают каждой свою позицию. И вот я сегодня хочу остановиться на этом вопросе подробно. Прежде всего потому, что мы привиты Майданами на Украине. И мы прекрасно знаем, как это разворачивается. И мы прекрасно знаем такой типаж людей, которые вот говорят, что на выборы ходить не надо, там все предрешено, там будет административный ресурс, и все такое, и все такое прочее. Я хочу вспомнить одного моего хорошего знакомого, киевлянина, да, с которым, ну, я давно дружу. Дружу по личным, не политическим мотивам. Мы сейчас стараемся политику не обсуждать, но, тем не менее, это достаточно обеспеченный, ну, даже богатый человек. Он на протяжении последних, перед 13-м годом, последних десятилетий он занимался, ну, во-первых, он давал деньги под проценты, а во-вторых, он скупал участки, да, строил там что-то и продавал. Ну, в общем, достаточно обеспеченный человек. Так вот, в 13-м году, когда начался Майдан, и мы с ним как-то встретились в ресторане, он был со своей женой, он мне с хрипотой, ну, с пеной у рта доказывал, что Янукович, это все очень плохо, да, вот надо все это дело прекращать. И он признался в том, что он финансирует Майдан. То есть он там собирает продуктовые пакеты, он переводит деньги на счета, которые ему там указывают в разных общинах. Ну, и жена его, соответственно, на ту пору жена, она тоже рассказывала принципиальные вопросы. Дело в том, что она училась в УЗИ, она достаточно молодая была особа, она училась в УЗИ, в котором натовская комната, это было прямо на входе. То есть там была такая идеологическая прозападная обработка, мама не горюй. Ну, и, в общем-то, состоялся на Украине Майдан, это привело к понятным событиям, началась, в общем-то, полномасштабная гражданская война, которая сначала оформлялась в виде АТО, но потом волонтеры приложили руку, и это, в общем-то, война одной части народа против другой. То есть граждане Украины воюют друг с другом. Это гражданская война. Что произошло с другом? По прошествии четырех лет он жалуется, что он закончил год совершенно не с теми показателями, которые планировал. Ну, на самом деле, там убытки, убытки, убытки. Денег в стране нет, активы, которые он выставил на продажу, не продаются. И, в общем-то, он по чуть-чуть собирает там какие-то долги, и уровень жизни упал, ну, наверное, в 10 раз. Жена этого ушла. И вот эта ситуация, она может послужить определенным лекалом для материковых россиян, которые этого опыта не имеют, они не понимают, как это работает, и которые сейчас нам на всех площадках в Фейсбуке, ВКонтакте, они начинают рассказывать, что на выборы идти не надо, это все, там все предрешено, наоборот, покажем властям, что мы против этого режима и так далее, и так далее. Тут надо посмотреть исключительно на личные перспективы. Дело в том, что на Украине те люди, которые финансировали Майдан, в большинстве своем они очень резко упали. Упали рестораторы, упали люди, оказывающие услуги, все бизнесы замирают. Да, происходит определенный рост, но только в тех секторах, где, например, люди, которые зарабатывают на государственном перевороте, они имеют возможность внешнего финансового плеча. Например, они там получают что-то из бюджета, или, например, они там получают через какие-то американские донорские компании, и, соответственно, эти деньги нужно каким-то образом отстирывать, во что-то вкладывать, вынимать из кассы каких-то частных предприятий и таким образом легализовать свои доходы. Вот эти люди, да, они зарабатывают. Они, собственно говоря, ради этого Майдан и организовывали. А ради чего люди Майдан организовывают? Они, конечно, его организовывают ради внешнего ресурса. Этот ресурс оказался с Запада. Нужно посмотреть на этого человека, который говорит, что не надо идти на выборы, прежде всего посмотреть на способ его зарабатывания. Если он просто предприниматель, который идеологически, по сердцу вдруг почувствовал симпатию к мятежникам, а что такое не ходить на выборы? Давайте вот подробно возьмем и раздадим понятийный аппарат, нарежем имена всем явлениям и событиям. Что такое не ходить на выборы? Это значит, что сегодня не пойти на выборы 18-го числа, это занизить явку для того, чтобы иметь поводы 19-го марта назвать выборы нелегитимными, назвать выборы недействительными. Соответственно, что это означает? Это означает, что все семьи, любящие режим, нелюбящие режим, у которых есть определенный уровень жизни, который имеет определенный уровень достатка, благодаря стабильности в этом государстве, благодаря, например, той же предсказуемости всего, и курса рубля, и определенных экономических связей, и логистики, которые государство поддерживает. Представьте себе, государство разваливается, и люди, даже если они зарабатывают от внешнего финансового плеча, сидят перед мешком денег, которые они и потратить-то не могут. В случае, если начнется сценарий, как на Украине. То есть, не хождение на выборы, если пропустить пару логических, а наоборот, сформулировать эти пару логических пропущений, это резкое понижение достатка каждой семьи, которая, например, сегодня по весне, да, думает, ну вот в семье есть старшеклассники, которые будут сдавать экзамены выпускные, куда-то поступать, есть определенные планы стабильности, да, то не хождение на выборы — это нестабильность, потому что по опыту украинских майданов, а мы-то люди привитые, мы люди опытные, мы это пропустили через тело, мы не в телевизоре это смотрели, мы не слушали это по радио, мы не спорили об этом в Фейсбуке, удаленно это где-то так. Это было здесь, это было у нас, мы это все пропустили, у нас есть личный, индивидуальный, персональный опыт. И с высоты этого опыта любой человек, который начинает кричать с пеной у рта, либо спокойно пересказывать слова разных политических деятелей, которые имеют судимости, да, и начинают рассказывать, на выборы ходить нельзя, на выборы не надо ходить, там все предрешено, как раз вот они и работают на то, чтобы выборы 18 марта были нелегитимными, чтобы легитимность их подупала до определенного порогового уровня, после которого начинается работа совершенно других людей, совершенно не тех, которые по зову сердца, да, а в скобках по глупости головы, начинают подыгрывать иностранным центрам, которые, в принципе, готовят те же самые сценарии, только которые были в Киеве, только в Киеве сакральное место это Козье болото, а в Москве это сакральное место Красная площадь, с храмом Василия Блаженного, да, по крова на рву, и все имеет абсолютно те же сакральные смыслы, как и государственная символика на Олимпиаде, то есть я хочу подвести итог и обратить внимание вот на что, если вы встретите человека, который говорит, что на выборы идти не надо, что там все предрешено, что режим нужно повалить, то вы сразу же можете человеку объяснить, что он не дружит с головой, потому что этот человек в случае пессимистического сценария может не дожить даже до декабря 2018 года, вот не более и не менее, потому что давайте представим себе события, нарезанные в календаре этого года, которые нам предстоят, это выборы, да, это, безусловно, определенная вспышка, всплеск, да, определенной нестабильности, связанной с тем, что появится огромное количество ивент-агентств, в скобках западных спецслужб, которые здесь будут возбуждать толпу из-за финанса, из-за кусок хлеба, начнут там пытаться устроить какие-то майданские или промайданские, да, ситуации, связанные с тем, что выборы недействительные, нас не обманули, вот мы делали интернет-опросы, у нас цифры были в 300 раз выше, и вдруг оказалось, что все не совсем так, я хочу сказать, что буквально за каждым будущим майданером, который будет недоволен результатами выборов, да, стоят эти же самые западные спецслужбы, которые готовят государственный переворот, вот не более и не менее, а государственный переворот, это гражданская война, потому что будет точно так же, как на Украине, определенные регионы его не признают, начнутся боевые действия, и в результате вот эти вот, я прошу прощения за это нескромное слово, идиоты, которые думают с горизонтом планирования сегодня максимум завтра неделя, и абсолютно не думая так, что будет в декабре, они берут и пытаются сыграть в игру, при которой Россия потеряет устойчивость управления. Нам предстоят достаточно драматические события, это выборы, это чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по футболу, это, между прочим, ритуальное действие тоже на уровне, пусть даже немножко кому-то кто-то поморщится, но эзотерическое. Вспоминаем, да, что такое чемпионат мира по футболу 2012 года, Польша и Украина одновременно, исторически две страны, которые представляли речь посполитую, да, и которая вся эта игра, она была и на сакральном, и на ритуальном, на символическом уровне, это была подготовка к Майдану, да, и фактически это было вторжение натовских частей Польши, Польша, а Польша сегодня, это оружие, это инструмент английской политики, да, то есть через Польшу Великобритания сейчас очень сильно влияет на украинскую политику. Так вот, чемпионат мира по футболу 2012 года, он фактически отрепетировал события 2013 и 2014 года. Так вот, чемпионат мира по футболу в этом году, это тоже будет попыточка использовать и футбольных фанатов, использовать всевозможные группы, типа банды ГТА, помните, да, в Мосгорсуде были события, связанные с тем, что в 2014 году задержали, ну, каких-то бандитов, вроде бы, да, которые занимались грабежом на дорогах, а на самом деле военным языком это диверсионно-разведывательная группа, которая должна была перерезать логистику по основным магистралям России ввиду надвигающегося конфликта на Донбассе, в который должна была быть втянута Россия и страны НАТО. Это было как раз вот в районе тех самых 17 июля Боинга, да, основного спускового крючка для разжигания континентальной войны с перерастанием в мировую. И вот если все эти события собрать и посмотреть не просто в масштабах марта, а посмотреть в масштабах всего года, посмотреть на вспышечку в апреле, да, в конце марта, начало апреля, посмотреть на чемпионат мира по футболу, посмотреть на августовские события, которые традиционно у нас являются достаточно переломными, как не август, так у нас какие-то изменения, и посмотреть на октябрь, ноябрь и декабрь, то появляется ощущение того, что некоторые люди, они как самнамбулы, да, как зомби, их ведут вот в узком коридоре горизонта планирования, им рассказывают о всем хорошем против всего плохого, они своего мнения не имеют, потому что они даже не дают себе труда подумать, к чему это приведет, и в результате все получится, как у моего друга в Киеве, который в 2013 году закончил финансовый год там примерно плюс 2,5 миллиона долларов, он там продал несколько участков, у него было, он был на подъеме, он с удовольствием там отписывал тысячу-две долларов на Майдан, на разные палатки, причем, ну он же говорил мне, что он там любит яйца хранить в разных корзинах, прошел буквально год, он резко упал, у него заморозило все, 14-15 год он встретил вообще в колоссальных минусах, а сейчас он еле-еле карабкается, так вот так будет с каждым либералом, я опять же отодвигаю в сторону тех, которые зарабатывают на государственном перевороте, с этими людьми говорить не о чем, там у них сердце, они там живут, они деньги берут за то, чтобы Россия прекратила свое существование, а вот эти люди, которые по недоумению начинают выступать за то, чтобы не ходить на выборы, вот эти люди работают на государственный переворот и на гражданскую войну, не более и не менее, и поэтому нам с вами, уважаемые телезрители, те, которые занимаются профессионально, профессионально это имеет в виду не за деньги, это значит со знанием дела, информационной работой в социальных сетях нам нужно с вами отрепетировать, подогнать аргументацию, потому что прежде всего говорить с этими людьми нужно с точки зрения их персональных личных интересов, персональных семейных интересов, интересов их семьи и их детей, которые могут попасть под раздачу, попасть под призыв и начать гражданскую войну на территории России, а Россия, она большая, но бежать уже больше некуда, некуда больше присоединяться, нет уже, не будет уже островков стабильности, где можно будет хотя бы дух перевести, а резня будет, я вам скажу, Запад исторически тысячу лет пытается к нам с этими делами прийти, и не поменяется ничего. Вот помните, да, вторжение в 1918 году американцев и японцев на Дальнем Востоке, в Архангельске, немцы по итогам, ну еще не закончилась Первая мировая война, оккупировали Украину, как они себя вели. Или вспомним вторжение Вермахта в 1941 году, как они себя здесь вели. Это все продолжение того же самого сценария, и поэтому люди, которые сегодня говорят, что не надо идти на выборы, а фактически они говорят, а давайте делегитимизируем выборы, снизим явку для того, чтобы потом боевики на Красной площади, которые будут сжечь шины, или пусть даже не на Красной площади, а в районе Болотной, но которые будут колоннами идти в том направлении, к сакральному русскому месту, они будут говорить, что нас обманули, выборы неправильные, и таким образом распалять и активизировать агентуру, скрытую на всех этажах власти, подтягивать боевиков, подтягивать футбольных фанатов, которые тоже готовятся и к чемпионату мира по футболу, и таким образом взрывать страну. Вот о чем идет речь. Люди, провозглашающие тезис, что не нужно голосовать на этих выборах, работают на государственный переворот и гражданскую войну, после которого мало не покажется никому, и прежде всего этим людям. Потому что такие события, как правило, в первую очередь сжигают тех, кто является их топливом. А это топливо, это просто хворост на полях гражданской войны. Это люди, которые по непониманию, по отсутствию серого вещества в голове, по сиюминутным страстям первого логического желудочного уровня, а это страсти туловища, здесь и сейчас от скуки. А давайте-ка зажжем, а давайте-ка что-то сделаем. А мне не нравится, как сейчас. Так в том-то и дело, что идиотизм — это синоним слова, когда не нравится сейчас, не понимают, что завтра будет в сотни раз хуже. Люди, которые заканчивают финансовый год с какой-то прибылью, они даже в мыслях на туловищном логическом уровне не понимают, что следующий год они встретят с минусами. А еще через год они могут жизнь положить просто потому, что любой богатый человек, когда начинается вакханалия на улицах, Украина этому учит. Даже удаленно это видно. Да, они рискуют своей жизнью только потому, что ответочка приходит за отсутствие серого вещества в голове. И мне кажется, что вести работу с такими людьми нужно прежде всего, исходя из призмы их личных интересов. Исходя из призмы их сыновей, дочерей, которые учатся в школе, которые, например, поступают в вузы. Если эти люди не учатся на Западе, да, и не являются заложниками какой-то ситуации, то с этими людьми можно и нужно работать. Это все легко распропагандируется на бытовом уровне, и на нас с вами кладется очень важная работа. Стабильность управления Российской Федерацией это ценность высочайшего порядка, это залог жизни, это залог того, того, что мы с вами доживем до 24-го года, до 25-го, да, это залог того, что мы сможем стабилизировать управление страны, которое проходит достаточно драматические события, и мы сможем сделать то самое самодержавие, о котором говорят монархисты, это значит самоуправление, это значит, что любой информационный вброс, который нарушает устойчивость, мы с вами обсудим, можем погасить. Для этого у нас существует горизонтальный договор, для этого мы с вами обмениваемся информацией, для этого мы с вами спорим, для этого мы вырабатываем аргументацию, для этого мы с вами вступаем в дискуссию с оппонентами, а баталии, которые происходят в социальных сетях, они иногда покруче того, что происходит на федеральных каналах, на ток-шоу, это вся необходимая работа по распропагандированию государственного переворота и гражданской войны. Мы, крымчане, это люди, которые пропустили это через себя, мы это прожили, нам не надо рассказывать, как это работает, как это устроено и каким образом распропагандировать человека. В 2013-2014 году не было примера, не было на что обратить внимание, не было привести в качестве третьего, вот было вот так, а сейчас такой опыт есть. И я думаю, что этот опыт нам даден для того, чтобы мы помогли России во всей своей совокупности, власти, все сословия, все люди, которые занимаются различными видами деятельности, те, которые производят, те, которые торгуют, те, которые учат в школе, те, которые преподают в вузах, молодежь, которая не знает еще, как она будет жить буквально через месяц, низкий горизонт планирования. Вот вся Россия, она, благодаря нашему опыту, обязана пройти 2018 год без больших потрясений. Я вам скажу по секрету, что если мы дойдем до декабря без больших потрясений, дальше у нас только рост, только прогресс, страна будет очагом стабильности для всего мира. Есть над чем поработать. Сегодня последний день зимы, 28 февраля. Год будет очень интересный и очень драматический. Я думаю, что нам надо мобилизировать всех людей, которые заинтересованы в мирном исходе всей этой драмы, научить людей правильной аргументации, потому что основная работа, которая будет предстоять, это не махать палками на площадях, это не жечь шины. Основная работа, которая нам предстоит в этом году, это диалог с людьми, это объяснение тонких моментов, это объяснение, что такое хорошо и что такое плохо. Причем, вы сами обратили внимание, что что такое хорошо и что такое плохо в горизонте планирования один день здесь и сейчас, совершенно отличается от того, что такое хорошо и плохо в горизонте планирования ну месяц, полгода, а тем более год. Иногда развлечение добра и зла вот в разных временных рамках людям недоступна. Они не дают себе труд так глубоко копать. Они все, ну даже самые успешные предприниматели, как правило, рассуждают в горизонте планирования, ну их интересует вытарок за месяц, за квартал, за год. Это предел. И за год это еще далеко не все. Квартал бы прожить, закрыть бы все долги, заплатить бы все НДФЛы. Вот так вот работает большинство политически активного населения. Это их особенности, их недостатки. У них горизонт планирования, это квартал и предел. А нам нужно сейчас заниматься распропагандированием любых попыток дестабилизировать Россию с горизонтом планирования минимум полгода, а то и год. Нам нужно рисовать картины будущего, которые могут людям вправить мозги, которые до конца не понимают. А чем это обернется? Для их бизнеса, для их семьи, лично для их туловища. Потому что вопрос, например, дожить до 2024 года, это не пустой звук. Как ни крути. Поэтому, дорогие товарищи, давайте-ка подумаем над этим, давайте-ка в комментариях под этим выпуском информационной войны везде, где бы вы его не встретили, на сайте телерадиокомпании «Крым», на ютубе, в социальных сетях, давайте высказываться над этим и особенно освещать вопрос, так идти или не идти на выборы. Я не занимаюсь пропагандой там или агитацией за того или иного кандидата. Сам факт явки означает легитимизацию выборов, и он означает стабильность управления Российской Федерацией. Это ценность самого высокого порядка. Не важно, кто будет, кто победит на выборах. Важно, чтобы не было использовано недоборы по явке в качестве аргумента для дестабилизации страны. Сегодня 28 февраля 2018 года. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин